Современный большой мегаполис. Крупные торговые центры, парки, скверы. Развлечения на любой вкус. Просто прогулкой уже никого не удивишь. Возможно, кроме туристов. А между прочим, в Минске есть на что посмотреть. Поэтому сегодня у нас прогулочный культурный понедельник. Давайте просто погуляем. Пусть и воссозданный, но все же старый город. Со всей присущей таким местам атмосферой. Начинаем с Площади Свободы. Кафедральный костел. Его возвели в 1700 году. Это одно из самых знаковых сооружений Старого Минска. Его облик украшал открытки с видами города. Перестраивали, меняли назначение. Во времена Советского Союза здесь был даже спортивный объект. Свой исторический вид храм обрел после реконструкции в 1997 году, когда его открыли для верующих. Это место мы посещали не раз. Художественная галерея Михаила Советского. Здесь проходят различные выставки. От монет до фарфора, от космоса до ретро-фототехники. Кстати, здание было построено в последней четверти 18 века. И было резиденцией под канцлера Великого княжества Литовского. Так много назначений. И духовное училище, и музей, и даже военный комиссариат. Не будем здесь долго заострять внимание. И пойдем дальше. Знакомиться с архитектурой и историей города приятно в спокойной обстановке. Когда можно просто сидя на лавочке рассматривать барельефы зданий. Так пешеходные улицы, комсомольская и революционная идеально подходят для этого. За моей спиной дом номер 24. С отреставрированным фасадом, аутентичным чугунным литьем балконов. И цвет даже такой немного исторический. Интересно, что в 19 веке здесь была женская гимназия Елизаветы Рейман, где преподавал известный балетмейстер Константин Алекситович. Прогулке может случиться всякое. Мелкий дождик не должен стать помехой такому культурному наполнению и насыщению. Так что можно пройти в еще одну галерею, уже Леонида Щемилева. Или посмотреть новинки проката в кинотеатре Победа. После такой исторической справки в упрощенном формате надо как следует отдохнуть. И мое предложение это Красный дворик. Достаточно стильное, аутентичное место и чем-то напоминает питерские дворы-колодцы. И отдохнуть, и поесть, и сделать пару фото. Атмосфера с отсылкой к Старому Минску, когда частенько во дворах жильцы устраивали своего рода вечеринки. Берите на заметку, по часу в день гулять. И шагомер поработает, и воздухом подышать, и что-то новое узнать. Да даже можно и не тратить деньги. А я пока останусь здесь.